Добро пожаловать в куб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Правда или действие. Обычная игра правда или действие превращается в жестокую гонку за смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Эгдамен. Одна крупная корпорация проводит кастинг на вакантную должность. Восемь успешных кандидатов дошли до заключительного этапа выборов. Каждый хочет стать счастливчиком и ради этого готов расправиться с соперниками. Действие фильма усиливает ограниченное пространство и психологический накал. Ощущение безнадежности и отчаяния, которые испытывают герои, поставленные в безвыходное положение. Планет зверей. Актер-неудачник Джен Кайси, работающий клоуном, сталкивается со сложной жизненной ситуацией. Ему мать уже несколько лет лежит в коме, а самого парня представляет лучший друг. Теперь Кайси потерял отцовскую квартиру и остался должен на невероятную сумму. Но судьба дает ему шанс. Оказывается, существует загадочный корабль, на котором любому желающему предлагается играть в камень-ножницы-бумага. И где можно встретить людей со всего света, даже русских. На кону списания всех денежных долгов. Кайси решает принять участие в игре. Клаустрофобы. Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно. Задания не такие безобидные, и им грозит вполне реальная опасность. Оставка в игре – их собственные жизни. Я иду искать. Юная невеста теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть. Смертельный лабиринт 2004 года. Зачем любить ближнего своего, когда можно его убить? Неожиданный вопрос для участников жестокой забавы, таинственного садиста. Девять незнакомцев похищены средь бела дня, чтобы очнуться в запертом доме. Теперь они – пешки в смертельной игре на выживание. Условия просты. Единственный оставшийся в живых получит награду 5 миллионов долларов. В четырех мрачных стенах, под наблюдением вездесущего старшего брата, отчаяние и страх быстро сменяются алчностью и ненавистью. Кто первым прольет кровь со брата по несчастью? Кто последним превратится в зверя? Кто хозяин этой тюрьмы? Узнает ли ответ окровавленный победитель? Смертельная игра. Джеки – молодая преподавательница йоги. Однажды на выходе из спортзала она встречает симпатичного парня, который приглашает ее на свидание. Он приводит ее в гости к своим друзьям. Все идет хорошо, но после того, как Джеки выпивает напиток, принесенный хозяевами, она впадает в уборок. Когда девушка приходит в сознание, она оказывается в совершенно другом месте. Она и еще несколько молодых людей оказываются запертыми в большом ангаре, а на их головах закреплены маленькие камеры. Рут Книлс объявляет, что в следующие 12 часов участок и предстоит занимательная игра, смысл которой очень прост. Из всей компании выбраться, который он может только один. Николас Ван Ортон – само воплощение успеха. Он преуспевает, он невозмутим и спокоен, привык держать любую ситуацию под контролем. На день рождения Николас получает необычный подарок – билет для участия в игре. Ему обещают, что игра вернет яркие чувства, позволит ощутить вкус и остроту жизни. Вступив в игру, Николас начинает осознавать, что эта игра всерьез, игра не на жизнь, а на смерть. Незнакомцы, жестокие игры. Американская семья отправляется в небольшое путешествие навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых – не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни. Страшная воля богов Цунта Кахата тяготится своей заурядной жизнью, пока однажды в его классе не начинают происходить странные вещи. Школьникам являются загадочные игрушки, во главе с куклой Дарума, божеством, приносящим счастье. Загадочные посетители призывают ребят принять участие в играх, цена которым – жизнь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!